У нас суббота, 10 часов утра, Игнат все еще спит, представляете? Наконец-то в Кракове солнечный день, я просто не могу в это поверить. С тех пор, как мы вернулись из Турции, здесь практически каждый день шел дождь. И мы даже не успеваем насладиться нашей террасой. В принципе, я уже столько раз замечала, что в Польше это нормальное явление, когда зима-зима, потом сразу типа лето, а летом что-то непонятно, такое осеннее. То есть погода мрачная, холодная, и лета как такового особо нет. Ну там несколько дней, и то, когда жара, вечером потом буря. И я даже за эти 9 лет не смогла к этому привыкнуть. Для меня это нестандартная ситуация. И у нас так влажно, что на нашем новом газоне начали расти поганки в огромном количестве. То мы их стараемся собирать, то мальчишки приходят, хотят поиграться на улице, во дворе, и потом, не дай бог, потрогают, там еще съедят. Ну вы знаете, как с детьми бывает. И вот я поскорее собралась, немножко подкрасилась. Вечером у нас, возможно, будут кости. И чтобы выглядеть, как человек, презентабельно накрасила брови и ресницы. Блеск румяна, и все. Думаю, что этого достаточно. Еще что-то. Да, в августе у нас целый месяц будет выходным от детского сада. Просто детский сад не работает. У нас такое впервые, и вот думаем, чем бы занять детей. С такой погодой это довольно проблематично, им скучно дома. И поедем, скорее всего, в Украину и думаем, куда бы поехать отдохнуть. Если в Италию, мужик очень хочет в Италию, то по деньгам получается дороже, чем all-inclusive. Ну, Италия вообще ни разу не бюджетная страна. Плюс вот это вот сиеста, это то, что меня больше всего пугает. Ну, завтрак там еще можно как-то пережить, полники, и на ужин можно куда-то поехать с детьми. Но мне, как маме, тоже хочется отдохнуть. Я не хочу стоять на кухне. Мне кажется, если ты платишь конкретную сумму за отдых, и потом еще должен стоять на кухне и готовить, это как-то, ну, не совсем прикольно. И Томик никак не хочет согласиться на all-inclusive, так что решаем, что будем делать. Томик, как обычно, просто звезда пляжа, а вокруг него дети строят замок. Помните, я показывала вам формочки такие из Икеа? И вот, что можно построить. И здесь Захар вот еще, здесь вот Захар нашел какие-то трубы, и они что-то строят с девочками. А Гнаш сам по себе. Когда такая жара, ничего не хочется есть, взяла с собой домашний пудинг Чиа. Просто переложила все в контейнер. Ну, как вы думаете, вот этот человек тоже со мной ест? Да, Зарка будет есть обед. Смотрите, какой прикол. Вчера мы были в Скавине, в том городке, в котором мы жили раньше, и там в центре города была небольшая выставка, посвященная тому, чтобы ознакомить людей, куда же были заинвестированы деньги Евросоюза, именно в Краковской области. Говорили и о пешеходном мосте в Кракове, который соединил несколько частей города, как это все повлияло на развитие той части города, в которой раньше ничего практически не происходило. Сейчас там открылись кафешки разные, люди гуляют, наслаждаются. Ну, то есть и для людей, и для бизнеса. И вот там в центре города в Скавине на этой выставке была фотобудка. Папа как-то не проникся, зато мы с малышами наряжались. Если бы небольшая очередь, мы бы еще больше фотографий сделали, все распечатали, конечно же, и, ну, прикольные такие. Захарка вообще под впечатлением был. Сейчас, кстати, очень модно заказывать такие фотобудки на разные вечеринки, на свадьбы. Наверняка в ваших странах тоже, откуда вы меня смотрите. В общем, идея классная. Надо сейчас все это сложить куда-то аккуратно, чтобы фотографии не пропали. Стандартный летний вечер, я шучу. Ну, просто я частенько снимаю, когда у нас какой-то гриль. И сегодня у нас гости. Томаш Анетка моя, я вас как-то с ней знакомила, с своим другом, который живет в Великобритании, и он веган. И сначала как-то так у нас вроде все было организовано, а потом что будет есть Конрад? Нашла дома хумус, Тома купил хлеб без всего того, что он не ест, оперольчик, и еще у меня дома были бататы. Запекла бататы с кокосовым маслом в кожуре прямо. Картошечка, Игнашка, сейчас будешь кушать. И я, конечно, тупица. А это гуакамоле я сделала. И еще здесь мой салат со шпинатом, как обычно. Так почему я тупица? Потому что я сделала соус. Здесь греческий йогурт, мята, петрушка. Не петрушка, а это укроп. Немножко соли и чеснок. И потом поняла, что йогурт он тоже не ест. Ну, как бы, ладно. Он обычно непривередливый, то есть всегда найдешь, что поклевать. Он такой худой, что как бы много не ест, походу, делает. Мясо надо, забыть, как я не ел. Да, Тома. Тут гамбургеры, тут с хорватии, цавапчичи. А это типа греческий с сыром. Очень вкусная вот эта. А тут кровянка внутри с луком. Я обожаю. Давно не ели. Очень вкусно. Томак, ты такой загорелый. Вроде ты живешь где-то на морском побережье. Ей-богу. Ну, Томак сегодня пробежал сколько? 15 километров. Потом на велосипеде еще 15 проехал. Просто жизнь не удалась. Смотрите, у нас зацвели, уже практически зацвели. Гортензии. Я думала, что они будут выглядеть слегка по-другому. Ну, потом, как оказалось, у нас именно такой вид гортензии. Потому что они не настолько привередливые. И они не так часто замерзают зимой. Анетка, помоги. Анетка, помоги. Я вас вон! Я вас вон! У Захарчика есть бинокль. Настоящий сериал. Рассматривает кратеры на Луне. Ты что-то там видишь, Заки? Нет, моя кровь. Нет, небесный небо. Голубое небо? Я что-то там видела. У нас уже лампы замонтировали. Очень красиво вечером. Сейчас поздно темнеет. Не знаю, досидим ли мы до того времени, когда будет полностью темно. Заки, считай кратеры. Птическая кратерия. Это страшный фильм. Снём? Да. Окей. Уселась, губы подкрасила. Сейчас у меня на губах помада от L'Oreal в оттенке 642. Из вот такой линейки. Она полупрозрачная, увлажняющая. Она не держится слишком долго, но сейчас не о косметике. Это не то, о чём я хотела тут поболтать. Значит, вчера к нам приезжали очень интересные люди. Моя подружка Анетка. Я вам просто её так мельком показала, но никогда о ней не рассказывала. Может, когда-то она согласится снять со мной совместное видео. Сейчас, наверное, у неё в жизни не тот период, когда хочется вот всё прям выносить на публику. Она настолько разносторонний и интересный человек. Она очень умная и настолько добрая. В моей жизни нет ни одного такого человека, как она. Вот, знаете, бывают люди, которые настолько бескорыстные, настолько открытые, даже в какой-то степени наивные. И вот не хочется, чтобы окружающий мир каким-то образом травмировал их. И мы раньше были соседками. И наши молодые люди дружили, и потом мы начали общаться. И она крёстная моего младшего сыночка. И к чему я это всё? Когда мы жили вблизи друг от друга, мы просто постоянно друг к другу ходили. Она могла несколько раз забегать к нам домой. Она даже никогда не стучалась в дверь. Просто заходила. Она знала всегда код к нашему дому. И один, и второй. И потом так получилось, что она на время переехала. Она нуждалась в этом. И потом мы переехали. И сейчас не так просто приехать друг к другу. И тоже у меня сейчас много работы. Она работает. И вообще-то она заканчивала Гегелонский университет. Это одно из лучших учебных заведений не только в Кракове, но и вообще в Польше. И когда мы познакомились, меня немножко удивляло, почему же она не работает и живёт в своё удовольствие. При этом при всём видно было, что у неё есть хороший достаток. Причём не от родителей. Она говорила, что я получала там какую-то стипендию. Но когда я узнала, что она на протяжении нескольких лет, благодаря своим умениям, своим знаниям и стараниям, получала стипендию в размере, ну, на тот момент это было около двух тысяч долларов. Конечно же, это всё не просто так. И надо иметь мозг и вообще быть трудолюбивым человеком, чтобы всё это вот так сложилось. Но, вы знаете, когда мы начали общаться, я даже не подозревала, что она такая вот умная, такая интересная, образованная, начитанная. И очень редко, на самом деле, задумываешься об этом, что вносят в твою жизнь люди, которые тебя окружают. И мне не хочется сказать, что я такая вся супер-пупер умная и всякое такое, но сейчас вот наши короткие встречи, кстати, это она у меня ночевала тогда, когда я говорила, что у нас будет девичник, и мне приезжает подружка. И вот эти вот короткие встречи, они так сильно наполняют тебя именно в эмоциональном плане. И вот они уехали вчера, да, мы просто не могли расстаться, мы понимали, что уже как бы поздно, надо расходиться, и вот хочется ещё, 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 и столько общих тем для разговоров. Вот у меня с Настей тоже невозможно просто наговориться, вот как-то насытиться друг другом. Это, конечно, здорово, когда в твоей жизни есть такие люди. И они уехали, и потом я так подумала, что, блин, в жизни каждого человека есть люди, которые, по сути, вот просто, знаете, общаешься, но ни о чём. То есть они тебя не наполняют, если вы понимаете, о чём я говорю. Вот вчера не было какого-то особенного мотива для разговора, то есть мы разговаривали обо всём, начиная от косметики. Ну, то есть мы разговаривали больше о азиатской косметике, потому что Конрад, он такой, там, борется за права животных, отстаивает их, он не пользуется ничем пластиком, он даже приехал со своими металлическими трубочками. Мы об этом тоже разговаривали. Он веган, я тоже говорила вам об этом. Но он не навязывает своё мнение, но просто интересно услышать ещё кого-то, услышать чью-то точку зрения, и потом даже сам так начинаешь задумываться. Так вот, мы разговаривали по поводу того, каким образом добываются некоторые компоненты. Это, к примеру, в азиатскую косметику, вот знаете, часто добавляют муцин улитки, и если вы не знали, то на самом деле всё это отбывается очень таким стрессовым для улиток путём. Улитки выделяют всё больше этой слизи, но и мы люди, корыстные существа, потом всем этим пользуемся. Это сложная тема, давайте не сейчас, но заставляет вот реально задуматься. И мы с Конрадом начали разговаривать о танцах. Я не знаю, говорила ли я когда-то об этом, но я бы очень сильно хотела научиться танцевать. В детстве я не ходила на бальные танцы. Ни я, ни мама, я сегодня у неё даже спрашивала, почему я никогда не ходила на бальные танцы. Мы обе не знаем, возможно, я никогда не говорила об этом. Но я ходила на более спортивные танцы с элементами гимнастики, растяжка для девочек, это тоже хорошо. Но бальные танцы это мечта детства и я, благодаря словам этого парня, тоже решила попробовать. Причём многого не надо. Он сказал, что тоже вот ему захотелось, он нашёл какие-то простые базовые уроки танцев на YouTube, ну а где же ещё, и начал танцевать. Потом позже пошёл на курсы. Я как-то снимала вам свадьбу польскую, показывала, что поляки танцуют в паре. Для меня это не проблема, но это очень разнообразные танцы. И мой Томаш, он вообще не слышит музыку, то есть чувства, ритма для него не существует. Он просто танцует, вот такая схема, и так танцует, он кружит меня, там всякое такое. Но мне хотелось бы чего-то ещё большего. И вот сегодня вечером, ну может не сегодня, сегодня приезжает Лена, 6-4. И если у нас не получится встретиться в городе, то они приедут к нам. У нас сегодня особенные гости. Не знаю, буду снимать или нет. Ну да, хочется общаться не только, вот знаете, на каких-то блогерских встречах. У меня вот нет времени на переписку с кем-то. Я жутко извиняюсь перед теми, кто мне пишет что-то там. Ну вот не смсный я человек, я редко общаюсь с кем-то онлайн. Для меня живое общение гораздо дороже всего этого. И да, сегодня, нет не сегодня, скорее всего завтра потанцую, прям очень хочется. И вот в этом году мы также будем подыскивать какие-то курсы для Захарчика. Игнаша ещё слишком маленький, и мы заметили, что Захару очень нравится брейк-дэнс. Когда он видит, что кто-то танцует, даже в клипе он начинает повторять эти движения, и у него довольно неплохо получается. Вот, и вчера мы также смотрели разные клипы, ну вот просто, знаете, микс разных песен, и там такие красивые виды. Мы угадывали потом, где это всё есть, проверяли. О, как выглядит Бора-Бора, сколько стоит там, сколько стоит отпуск там. И вот, ну, такие встречи для меня прям бесценны. И вот прям хочется пожелать, чтобы в жизни каждого человека были люди, с которыми ты можешь поделиться и также получить что-то взамен. Конечно же, у нас с Анеткой иногда настолько сильно расходят сомнения, прям кардинально, что мы можем даже на основе чего-то там поругаться. Вот мы с ней чуть ли не спорили по поводу инвитро, по поводу натурального отбора. Так как лично меня это коснулось, да, у Захарчика были проблемы с сердцем, если бы не доктора, то моего ребёнка сейчас не было бы. Но она, с другой стороны, отстаивала свою точку зрения по поводу того, что все наши вмешательства в природу каким-то образом влияют на то, что случится с последующими поколениями. И мы с ней на основании вот этих вот споров настолько поругались, что где-то месяц не общались. Так тоже у нас бывает. Фу, да. Из серии «Почему блогеры так плохо выглядят по утрам?» Потому что иногда блогеры встречаются, ничего не снимают, поздно заканчивают, рано встают. Именно так было в нашем случае. Лена приехала к нам довольно поздно, их задержали на границе, и мы просидели до... О! Спасибо. До двух часов ночи, и потом пока мы там... Ну, не мы, ладно, Томик убирался, но пока я привела себя в порядок, и я сегодня раньше встала, и мы едем гулять. Сейчас ждём Лену. Они хотят подзарядить машину, и мы вообще не ожидали, что где-то тут за Краковом в какой-то деревне будет заправка. Ну, у них электрическая машина, и просто, знаете, подключаешь, как бы всё можно проверить в гуглах, и когда не интересуешься чем-то, когда это тебя не касается, да, то вообще не имеешь понятия, что вот проезжаешь в какую-то деревню, может быть, зарядка для электромашины. Прикольно. Сейчас едем на завтрак в центр Кракова, дальше идём прогуляться. Мы с Леной просто на автопилоте, так как мы не слышали, о чём там договаривались. Ну, так как два спонтанных человека решили, что сегодня мы идём гулять, то мы этим займёмся. Мы уже позавтракали, я где-то потеряла Лену и всех остальных. И сейчас гуляем, отправляемся на Вавилы. Я очень давно там не была. Как раз что-то поснимаю. Хорошо, что взяла с собой камеру. Музыка, романтик, расслабленная атмосфера. Очень жарко, и, кстати, совсем немного туристов сейчас. Мы как посмотрели, сколько людей идёт на Вавил, подумали и решили посмотреть издалека. У нас мало времени сегодня, точнее не у нас, а у гостей. Всем привет! Как обычно, погуляли, ничего не поснимали. Причём планировали поснимать, но... Да. Когда хорошая компания, мне кажется, вообще забываешь. Приезжайте почаще. В следующий раз на самолёте. На выходные, да. И до встречи в моём блоге. Да. Пока. Пока.